Главной новостью минувшей недели стал официальный перезапуск калининградского автотора — некогда крупнейшего в мире частного завода, который не принадлежит никакой конкретной марке. Но если раньше машинокомплекты в Калининград ехали из Америки и Южной Кореи, то теперь из Поднебесной. Причём мультибрендовость автотор сохранит и займётся несколькими китайскими марками. Собственно, российский автопром продолжает борьбу с санкциями. Автоваз мало-помалу восстанавливает разнообразие модификаций в обширном семействе «Нивы», а ещё появилась конкретика по перезапуску «Весты» и возвращению АБС. А отечественные грузовики по традиции оказались успешнее легковушек. КАМАЗ по графику выводит на конвейер антисанкционное семейство Ка-5. «Урал» отчитался об успехах 2022 года и планах на 23-й. А минский автозавод осваивает нишу сверхтяжёлых самосвалов. Осенью калининградский автотор собрал последние «Хёнде» и «Кия», после чего начал переналадку оборудования для выпуска других машин. И вот 30 января автотор и компания «Каи» подписали соглашение о сотрудничестве и производстве автомобилей. Дистрибуцией займётся отдельное представительство — компания «Каи Рус». Первенцем оказался седан «И-5». Контрольный пакет «Каи» принадлежит коммерческой структуре при правительстве города Ибинь, а остальными 49% акций владеет компания «Черри». А потому неудивительно, что именно «Черри» отвечает за технику моделей «Каи». По факту «И-5» является радикально переоформленным седаном Ariza 7, который сама «Черри» прекратила выпускать четыре года назад. Это одноклассник автомобилей «Хёнде Элантро» и «Кия Церата». В России будет представлена единственная модификация — со 147-сильным полуторалитровым турбомотором и вариатором, имитирующим девять фиксированных ступеней. Глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов пообещал, что цена начнётся примерно от одного миллиона рублей. Сейчас «Каи» собирают отверточным способом, но со временем «Автотор» перейдёт на полный цикл со сваркой, грунтовкой и окраской кузовов. Из Китая машинокомплекты везут через порты Дальнего Востока, а затем по Транссибирской железной дороге. Также проработан вариант паромных линий — Санкт-Петербург, Калининградская область. Понятно, что после долгого простоя заводу «Автотор» очень нужна работа. Поэтому уже в этом году к седану добавятся другие модели. В их числе — компактный кроссовер, построенный на платформе «Черри Тига-4». В Китае он называется «Шоуджет», но для нас переименован в «Х3». Интересно, как к этому отнесётся представительство BMW? В Россию привезут атмосферную версию с вариатором. Как и у «Черри», привод только передний. За ним последует турбированный «Шоуджет» ПРО, он же модернизированный «Черри Тига-4 ПРО», а для России — КАИ-Х3 ПРО. Роль флагмана сыграет среднеразмерный паркетник КАИ-Х7 Кунь-Лунь, длина которого составляет 4 метра 70 сантиметров. Под капотом модели установлен двухлитровый 250-сильный двигатель, с которым спарен семиступенчатый преселективный робот. А ещё «Автотор» начал сотрудничество с двумя другими китайскими партнёрами. Одним, скорее всего, станет государственный концерн «БАИК». Он выпускает автомобили под торговыми марками «Бейдзин», «Аркфокс», «Чаньхэ» и «Фотон». Вторым претендентом на калининградский конвейер называется «Дунфэн». Интересно, что электромобили этой компании под маркой «Эволют» уже собирает в Липецке компания «Моторинвест». «АвтоВАЗ» официально подтвердил очевидное — первые партии «Вест» тольяттинской сборки будут оснащены 90-сильными восьмиклапанниками. А вот 16-клапанные моторы вернутся под капот флагмана только летом, а может быть, даже осенью. Блок управления для них сейчас спешно доделывает фирма «Ителма». Кроме того, у машины поначалу не будет ни большого тачскрина медиасистемы, ни системы стабилизации, ни других электронных помощников. Кроме АБС. Эту самую АБС, к счастью, нашли. Поставщиком выступит китайская компания. Само наличие АБС — принципиальные условия президента АвтоВАЗа для перезапуска «Весты». Если по каким-то причинам начавшиеся поставки блоков сорвутся, то запуск «Весты» отложат. Кстати, вслед за «Вестой» в течение нынешнего года АБС вернётся и на другие «Лады». Сроки появления автомобилей сейчас называются чётко. Серию, переехавшая из Ижевска модель, пойдёт во второй половине марта, чтобы дилеры открыли продажи на майских праздниках. В начале 2024-го на «Вестах» может появиться автоматизированная трансмиссия. Это будет вариатор, а не преселективный робот или классический автомат. Поставщик CVT также найден. И сейчас инженеры заняты тем, чтобы приладить агрегат. Ну а летом должны стартовать испытания двухпедальной машины. Между тем у дилеров иссякли запасты «Вест» и «Жевской» сборки. Что неудивительно. Последние машины продавцы получили ещё летом, а ритмичные выпуск завод «Лады-Ижевск» вообще прекратил ранней весной. Как отмечает сайт Quta, со ссылкой на дилеров «Лады», по всей торговой сети сейчас разбросано от 200 до 300 «Вест». Для справки, в России сейчас как раз около 300 шоурумов марки «Лада». Зато грант продавцам хватает. Более того, на представителей бюджетного семейства сейчас действуют минимальные дилерские накрутки. В автосалонах за экземпляры 2022 года выпуска просят лишь на 30-40 тысяч рублей больше рекомендованной производителем цены. А теперь поговорим о разнообразных «Нивах». Классическая «Нива Ледженд» разжилась новыми комплектациями. Точнее, хорошо забытыми старыми — «Урбан» и «Блэк». Завод анонсировал их возвращение осенью, однако наладить производство удалось только сейчас. Версия «Урбан» отличается от базовой «Нивы» окрашенными бамперами и оригинальными литыми дисками. В список оснащения входит кондиционер, обогрев передних сидений, противотуманные фары и электрические стеклоподъёмники. Аналогичный набор оборудования стоит и в комплектации «Блэк». От «Урбана» — чёрный внедорожник. Отличается антрацитовыми дисками колёс, тёмной отделкой салона и фирменными шильдиками. Что касается цен, то «Урбан» стоит на 20, а «Блэк» — на 30 тысяч дороже исполнения «Люкс» — все машины лишены антиблокировочной системы тормозов и единственного бокового эйрбэга. Дочернее предприятие автоваза «ВИЗАВТО» модернизировало коммерческие пикапы на базе «Нивы» — полурамные полноприводные грузовички «ВИЗ-2346» теперь имеют грузоподъёмность до 800 килограммов вместо прежних 600. Правда, этот показатель приводится для базовой модели с двухместной кабиной и бортовой платформой, а у остальных модификаций полезная нагрузка меньше. Инженеры усилили кузов, а также доработали соединение между кабиной и полурамой. Модернизацию провели по просьбе российских спасателей, у которых грузовые «Нивы» постоянно работают с полной нагрузкой. Стоит новая версия на 100 тысяч рублей дороже старой. Но опять-таки, раньше грузовичкам полагалось АБС, а теперь нет. Кроме того, после длительного дефицита компонентов «ВИЗ-Авто» возобновила сборку внедорожников «Лада Нивы Бронта», сообщает паблик Автоград Ньюз. Эту версию фанаты называют «Супер-Нивы». Такая машина отличается грязевыми колёсами, увеличенным клиренсом, усиленной трансмиссией и некоторыми другими доработками. А вот двигатель остаётся стандартным. Более мощную версию, напомним, сейчас готовит другая вазовская дочка — фирма «Лада Спорт». В прайс-листах марки «Лада» указано, что Нива Бронта сейчас не производится. Цены тоже указаны старые — от 1 миллиона 135 тысяч рублей. Но вскоре страничку модели обновят. Остроту дефицита компонентов у АвтоВАЗа хорошо иллюстрирует ситуация с красками, которую описывает газета «Ведомости». Причём нехватка лакокрасочных материалов ощущается на протяжении достаточно долгого времени — как минимум с прошлого ноября. По этой причине компании пришлось серьёзно ограничить цветовую палитру автомобилей «Лада». Так, для семейства «Гранта» сейчас доступны только чёрная и белая эмали, а для обеих Нив вдобавок предлагается тёмно-зелёный металлик. До санкций краски поставляли немецкая, американская и славянская фирмы. С весны 2022-го заграничные концерны сотрудничать отказались. АвтоВАЗ дефицит эмали подтвердил, но заверил, что проблема будет решена. Сейчас автопроизводитель переходит на продукцию российских фирм. Перейдём к тяжёлому автопрому, где так же быстро сказывается только сказка, а дело делается отнюдь не скоро. Это об уникальной разработке Минского автозавода — полноприводном четырёхосном самосвале, который призван заменить младшей карьерники марки БелАЗ. С 2020 года, когда грузовик МАЗ 65262L впервые показали широкой публике, машина успела поучаствовать в нескольких выставках, включая прошлогоднюю СТТ, где сняты эти кадры. Перевозчики тепло отзывались об этой машине, но продолжали покупать майнинговую технику Scania, Volvo и MAN. К слову, майнинговыми принято называть сверхтяжёлые самосвалы, созданные из дорожных, но предназначенные для транспортировки скальных пород. Так вот, новый МАЗ 65262L может перевозить 32 тонны груза, а его полная масса составляет около 50 тонн. Его при том можно выпускать на дороге общего пользования, разумеется, при соблюдении весовых норм. В итоге грузовик выдерживает нагрузку как БелАЗ, но имеет более дешёвую агрегатную базу, а также отличается лучшей ремонтопригодностью и экономичностью. Ведь даже шины нужны обычные, а не БелАЗовской размерности. Под кабиной скрывается собираемый в Минске 12-литровый двигатель V-Chai мощностью 460 лошадиных сил, с которым состыкован классический шестидиапазонный автомат Ellison. Но вместо санкционной коробки может стоять и китайская Fast Gear. Выпуском мостов, кабины и многого другого занимается сам МАЗ. Но даже учитывая высокую степень локализации, машина выходит дорогой — около 200 тысяч долларов или 15 миллионов рублей. Поэтому первая партия была передана заказчикам только сейчас. Кузов вместимостью 20 кубометров изготовила подмосковная бицема, которая гордится двойным дном, что снижает нагрузку на шасси машины при загрузке экскаватором. Если АвтоВАЗ по итогам 2022 года собрал большую пресс-конференцию, то автозавод «Урал» опубликовал лишь пресс-релиз. Хотя миасскому производителю действительно есть чем похвастаться. Например, ростом зарплат на 26%. Средний доход заводчан теперь составляет около 70 тысяч рублей. Уточняется, что самую большую прибавку получили инженеры, а с ними — технологи — отдельную индексацию заслужили представители редких профессий. Что касается непосредственных автомобилей, то их выпуск ощутимо нарастили. В ушедшем году удалось сделать порядка 10 тысяч грузовиков. В 2023-м завод намерен увеличить темпы выпуска продукции, изготовив сразу 14 тысяч единиц, что выше показателя прошлого года почти на 40%. Какие модели дадут такую прибавку, производитель не уточняет. Кроме того, в Миасе ударными темпами идёт реновация. На заводе сносят целые комплексы производственных цехов и административных зданий. Под снос идут исчерпавшие ресурс постройки 40-х годов прошлого века. Вместо одного из старых цехов появилось производство, где делают самосвальные установки и вахтовые автобусы. В этом году новую линию дооснастят современным роботизированным оборудованием. Также Урал построил новый испытательный полигон, на котором проходит обкатка автомобилей перед их сдачей заказчикам. Но самая важная задача — это организация собственного производства ведущих мостов и передних осей. На стендах сейчас испытываются семь из одиннадцати запланированных для дальнейшего выпуска модификаций. Другой амбициозный проект — это семейство полноприводных грузовиков для условий Крайнего Севера. За основу для этой сугубо гражданской машины инженеры взяли военный грузовик нового поколения «Мотовоз-Н». А ещё уральцы хотят наладить сборку полноприводного двухосного среднетоннажника под индексом 4360. Он может перевозить до четырёх тонн груза, то есть на полторы тонны больше, чем газовский Садко «Некст». У машины постоянный полный привод, оригинальные мосты и весьма неожиданная схема передней подвески. Вместо ресор здесь применены сдвоенные пружины. Такое решение должно повысить комфорт и улучшить проходимость. Помимо стандартной версии, уральцы разрабатывают и беспилотную. Но это, а также гибридный грузовик — перспектива точно не 2023 года. С февраля этого года КамАЗ обещал возобновить полномасштабное производство грузовиков нового поколения. А к концу первого квартала выйти на выпуск 500 грузовиков К5 ежемесячно. Первая часть обещания выполнена. Сборка машин началась. В феврале «Автогигант» обещает сделать 272 магистральных тягача модели 54901, из которых более 70 единиц будут антисанкционными, то есть собранными из российских, белорусских, китайских и других компонентов дружественного происхождения. Первоначальный план — выдавать минимум 18 грузовиков ежедневно, а уже потом разгонять конвейер до плановых показателей. Задача осложняется тем, что конвейеры плотно загружены производством техники других поколений. Как мы уже рассказывали ранее, локализованные машины отличаются не только набором комплектующих. К5, получивший приставку «НЕО», вдобавок примерит новый 13-литровый турбодизель вместо прежнего 12-литрового. С новым мотором грузовик станет экономичнее, тише, плюс увеличится интервал между посещениями сервиса. Вместо нынешних 120 межсервисный пробег вырастет до 150 тысяч километров. О других отличиях КАМАЗ обещает поведать позднее.